о телефоне Ялинг VP530. Это мультимедийный телефон, но этот модель ориентирована в большей степени на бизнес, поэтому в теме нашего сегодняшнего вебинара присутствует такое словосочетание как бизнес-телефон. Почему же именно так? Давайте разберемся. Прежде всего хотелось бы кратко пройтись по характеристикам телефона и прежде всего чем мы дальше будем говорить, так сказать, основные моменты отметить, которые наиболее важны. У данного телефона цветной 7-дюймовый LCD-дисплей с технологией touchscreen. Над экраном находится 2-мегапиксельная камера для того, чтобы вы могли передавать свое видеоизображение. Соответственно, за передачу видеоизображения у этого телефона отвечают видеокодеки H.263, H.264 и MPEG-4. Выполнен этот телефон на основе процессора компании Texas Instruments под кодовым именем DaVinci. Поддерживает питание по технологии PoE. Есть возможность работать с такой функцией как OpenAPI. Отличительной особенностью этого телефона является самостоятельное создание трехсторонней видеоконференции и у данного телефона есть возможность работы с локальной телефонной книгой, удаленной телефонной книгой, есть черный список и работа с историей звонков. Из физических разъемов есть аудио и видео выходы, USB-порт, порт для подключения гарнитуры, есть кардридер для SD-карт и этот телефон поддерживает все стандартные функции и возможности СИП-телефонов, которые вам известны по оборудованию компании Eolink, например, моделей 20 линейки. И сегодня будут осмотрены следующие разделы. Это удобство использования, это работа с контактами, видеосвязь, возможности для бизнеса. Я, к сожалению, повторился, но вторая возможность для бизнеса – это, на самом деле, рынок и конкуренты. И, прежде всего, хотелось бы поговорить об удобстве использования. Экран у этого телефона 7 дюймов, что достаточно много и, стоя перед вами на столе, даже на расстоянии полутора метров, то есть на самом дальнем углу стола, на этом экране вам хорошо и отчетливо видна вся необходимая информация. Это может быть как список контактов, это может быть история вызовов, это могут быть DSS-кнопки. Информация хорошо читаема и отлично видна. Кроме всего прочего, на рабочем столе данного телефона размещены иконки, с помощью которых вы можете одним нажатием попасть в основные меню. Такие, например, как адресная книга, история вызовов, либо это избранные ваши контакты, либо какие-то группы рабочие, которые у вас созданы. И все это всегда у вас под рукой. Пользовательский интерфейс телефона выполнен в корпоративном строгом стиле, так как телефон ориентирован на бизнес-пользователя, использование в офисе, на рабочую среду. Поэтому украшательства каких-то приятностей для частных лиц здесь мало, и интерфейс довольно строгий. Но при этом очень понятный, я бы сказал, интуитивно понятный. То есть все меню доступны для пользователя, и если нужно обратиться к какой-то функции, то она очень быстро находится, и настройка производится достаточно удобно. Что хотелось бы еще отметить, это то, что любая функция в меню этого телефона доступна всего лишь при помощи максимум трех нажатий. Таким образом, у нас в этом телефоне реализовано трехуровневое меню. То есть вам достаточно, как вот сейчас на слайде вы можете видеть, нажать на кнопку «Меню». Далее перед вами открываются основные разделы настроек. Вы выбираете, допустим, статус, либо это может быть раздел «Истории вызовов», и вам уже доступны все основные настройки этого раздела. И если вы обратите внимание, то... Нет, к сожалению, здесь не видно. Давайте я отмечу. На каждом... Сейчас я отмечу красным цветом на экране. Давайте покажу красным курсором. На каждом окне, куда мы переходим, есть кнопочка «Домой». Соответственно, из любого пункта меню вы одним нажатием можете вернуться к исходному своему рабочему столу. У телефона Ялинк ВП530 звук HD-качества. Так же, как и у моделей 20-й линейки и 30-й линейки. И качество передачи голоса здесь аналогичное модели SIP-T28P. Здесь используется высокочастотный спикер и высокочастотный динамик трубки. За счет чего качество общения с клиентом или вашим коллегой настолько высокое, что вам кажется, что вы общаетесь с ним, он находится с вами рядом. Единственный, конечно, нюанс есть. Когда эти телефоны только поступили в продажу, уровень громкости микрофона производители уменьшили для того, чтобы избежать наводок. И первое время качество приема голоса при разговоре по громкой связи было, скажем так, низковато. То есть, сидя за своим рабочим местом, где-то в полутора метрах от телефона, ну, как я говорил, если телефон находится на дальнем углу стола, слышно было нормально. Но если вы вставали, отходили метра на три, то слышно было тихо. Насколько мы с этой проблемой столкнулись, сейчас уже ситуация улучшилась в этом плане. И для работы по громкой связи сейчас телефон использовать так же удобно, как и любой телефон из 20-й серии. Что касается спикера, про который я говорил, то размер звуковой коробки для спикера в данной модели телефона увеличен. Вы сейчас на изображении можете видеть, что практически в два раза возрос размер по сравнению с телефоном Ялинк VP2009. И за счет этого удалось улучшить качество баса, ну и в целом качество воспроизводимого звука. И если посмотреть на звуковой диапазон, то по расстоянию комфортному для, например, ведения разговора в режиме громкой связи, то у предыдущей модели VP2009 вы должны были находиться примерно в метре от телефона, чтобы удобно было общаться, и сотрудник, с которым вы разговариваете, вас хорошо слышал. То в новом телефоне VP530 это расстояние уже порядка полутора метров, и угол охвата, захвата звука и комфортного передачи голоса вашего собеседника также возрос, причем порядка в три раза больше стал по сравнению с предыдущей моделью VP2009. Теперь хотелось бы сказать о работе с контактами. Есть у VP530 18 кнопок DSS, такой аббревиатурой мы называем кнопки, которые могут быть запрограммированы под любые ваши требования, то есть это может быть как отслеживание статуса абонента, так это может быть назначение какой-то функции, например, включение переадресации, либо такая функция как hotdesking, либо это может быть быстрый набор, либо там до набор. Ну, функций достаточно много, и в принципе о них, если вы хотите, я могу поговорить отдельно и вам показать все те возможности, которые можно запрограммировать на эти кнопки. И они всегда будут у вас выведены на экран телефона, всегда будут под рукой, одним нажатием вы сможете необходимыми функциями для вас воспользоваться. Работа с контактами выглядит следующим образом. Вам достаточно нажать на кнопку на стартовом экране, вы переходите в раздел контактов, в котором есть группы, которые вы можете организовать по, например, отделам вашей компании, и таким образом очень удобно будет выбирать нужного сотрудника всего лишь при помощи трех нажатий. В телефоне VP530 есть такая замечательная возможность, как интеллектуальный поиск. Поиск производится как по локальной книге, так и в истории вызовов, и по удаленной книге. Как это выглядит? Вы всего лишь навсего открываете раздел контакты и начинаете набирать, либо это может быть первая буква имени, либо это может быть номер телефона, который вы помните не полностью, а только первые несколько цифр. И введя, собственно, эти первые несколько цифр, телефон осуществляет поиск по всем тем директориям, которые я упомянул, и, соответственно, время на ввод номера и время, потраченное сотрудником на то, чтобы до человека дозвониться, значительно сокращается. И это увеличивает производительность труда. И выглядит это следующим образом. Когда вы набираете номер, для того, чтобы на обычном телефоне, к примеру, в удаленной книге найти сотрудника по имени Майк, вам надо несколько раз понажимать на цифру, чтобы добиться набора необходимой буквы, то в телефоне Ялинк ВП530 вы только нажимаете на те цифры, которые содержат буквы имени сотрудника, и телефон уже выполнит поиск. То есть вместо 12 нажатий в стандартной ситуации здесь потребуется всего лишь 4 нажатия, чтобы найти сотрудника по имени Майк. Как осуществляется набор номера? Есть для удобства использования всегда под рукой такая иконка, как избранная, куда могут быть добавлены номера, которыми вы чаще всего пользуетесь. Также под рукой всегда находится история вызовов, где вы можете посмотреть входящие и исходящие звонки. И есть кнопка контакты. Если вы занесли абонента в контакт, но хотите опять же набрать его номер вручную, то с помощью интеллектуального поиска вы можете это сделать быстрее, даже не заходя в эту кнопку, но тем не менее иконка для контактов всегда под рукой. И теперь поговорим о видеосвязи. Прежде всего это такие преимущества, как трехсторонняя видеоконференция, высокое качество звука и видео и экономия транспортных издержек, что сейчас немаловажно. Для того, чтобы как-то обсудить важную проблему либо принять решение, вам достаточно позвонить своему коллеге, который находится, может быть, в филиале, либо руководителям двух компаний нужно принять какое-то стратегическое решение, не обязательно выезжать на встречу, тратить на это свое время, простаивать в пробках. Достаточно всего лишь осуществить видеовызов и за счет перечисленных преимуществ вы сможете пообщаться, принять это решение и качество будет хорошее, вам будет хорошо друг друга видно и слышно. Вопрос в чате от Эльдара, вижу, ему уже и ответили. Да, русский язык поддерживается. Причем поддерживается даже настолько, что кнопки последней партии телефонов, которые находятся на самом телефоне с цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, на них уже нанесены русские буквы, что позволит вам вводить эти самые русские буквы в, например, при работе с локальной книгой либо при создании групп вызова. Соответственно, телефон полностью локализован. Ну и меню как экранное, так и веб-интерфейс на русском языке. За видеосвязь отвечает 2-мегапиксельная камера, которая позволяет с высокой четкостью передать ваше изображение коллеге, и он будет отлично вас видеть. Ну и уникальная возможность данного телефона, которая пока не имеет аналогов на рынке, это трехсторонняя видеоконференция. То есть телефону не требуется сторонний видеосервер для того, чтобы организовать видеосвязь между тремя абонентами. Всего лишь нажатием двух кнопок этот телефон самостоятельно объединяет три разрозненных офиса в видеосвязь, и каждый из трех абонентов видит у себя будь то такой же телефон Ялинк, будь то телефон другого производителя, либо это может быть софтфон, установленный на компьютере. Каждый из трех абонентов этой видеоконференции будет видеть картинку с изображением трех человек. И возможности для бизнеса. Если говорить о видеоконференции, про которую я только что рассказывал, то прежде всего это удобно при общении с филиалами. Это также удобно, если в вашей системе точнее в вашем бизнесе есть система видеоконференций, но вам необходимо к этой системе добавить всего лишь один или два либо удаленных сотрудника, либо одно или два устройства, которые также где-то в удаленном офисе находятся. Телефон WP530 позволяет с такой системой видеоконференции взаимодействовать. Если говорить о гостиничном бизнесе, то телефон WP530 может быть использован и там, но это не только гостиничный бизнес, это могут быть и другие проекты. Главное здесь для бизнес-среды это функция OpenAPI. Она позволяет оптимизировать интерфейс экрана телефона под нужды бизнеса. Как вы видите сейчас на презентации, я попробую открыть экран побольше, на картинке слева, напротив цифр 1, 2, 3 и 4, выведен заказ, например, завтрака в номер, может быть смена полотенец, либо заказ каких-то продуктов. То есть у пользователя на экране эта информация отображается, точнее не у пользователя, а у постояльца. Ему достаточно нажать на кнопку на телефоне, чтобы телефон с помощью XML-запроса передал данные к серверу, и сотрудники гостиницы знали, что в определенный номер нужно осуществить определенные услуги. Если посмотреть на картинку, которая представлена на слайде справа, то с помощью этой самой функции OpenAPI и XML-браузера вы можете отображать на экране дополнительные приложения, например, для заказа каких-то услуг удаленно в вашей компании. Ну, собственно, в реализации функции OpenAPI основной составляющей является обмен XML-сообщениями между телефоном и сервером. Но, кроме этого, модель VP530 поддерживает такие возможности, как ActionURI, что позволяет, удаленно работая, точнее, что позволяет, работая за компьютером, управлять телефоном, собственно, через компьютер. То есть, вы можете, например, работать с Outlook, выбрать нужного вам абонента и нажать в программе Outlook кнопку «Позвонить». Outlook отправляет HTTP ссылочку на телефон. Телефон в этой ссылке видит контакт, которого надо вызвать, и осуществляет набор номера. Пользователю в такой ситуации достаточно просто дождаться, пока телефон наберет номер и поднять трубку, совершить разговор. С помощью команды ActionURI, кроме вызова, можно делать перевод вызова, постановка на удержание, завершение, ну и прочие операции, в частности, со звонком. И также в систему OpenAPI входит такая возможность, как ActionURL. Это нужно для сбора статистики о том, как работает пользователь, как используется его телефон, и что с телефоном, собственно, пользователь делает. То есть каждый набор кнопки, каждый посыл вызова, каждая постановка на удержание, трансфер, перевод, либо действие по установке телефона в ДНД. На каждое это действие телефон отправляет ссылку на сервер, который эти все ссылочки в течение дня собирает. И, например, в конце дня, либо в конце месяца, оператор, следящий за состоянием этого сервера, следящий за работой пользователей за телефонами, может видеть статистику по деятельности сотрудника с телефоном, по загруженности телефонного аппарата, ну и прочие потребности, которые могут понадобиться в вашем бизнесе. Благодаря этим трем возможностям вы можете, например, телефон 530 интегрировать со своей CRM-системой. Есть такая возможность, удобная для бизнеса, как управление домофоном. В веб-интерфейсе телефона VP530 есть специальное меню для взаимодействия именно с SIP-домофонами, которые поддерживают работу по протоколу SIP и имеют поддержку передачи видео при помощи кодеков, о которых я говорил. Это 263, 264 кодек и MPEG-4. За счет этого вы можете осуществлять видеосвязь с домофоном. Вы можете видеть, собственно, кто пришел к вам в офис, получить картинку на свой мультимедийный телефон при помощи всего лишь одной кнопки, которая будет находиться у вас на рабочем столе, открыть дверь человеку, кто к вам пришел. И в частности для компании Mobotix, для их домофона марки PTZ с помощью нашего телефона VP530 можно даже осуществить управление камерой. Это делается при помощи джойстика. То есть вы можете какие-то места камеру направить в какие-то места, то есть рассмотреть более подробно, детально, кто к вам пришел. И вот в самом низу слайда вы можете видеть такой небольшой списочек. Это совместимость. Здесь представлены наиболее популярные сейчас на рынке SIP-домофоны. Это Mobotix, 2N, Lincom и Amroad. Но в этом списке, конечно же, не все устройства. Есть много, пока малоизвестных, на рынке домофонов. Главным же в работе SIP-домофона с телефоном VP530 является поддержка протокола SIP и поддержка одного из трех видеокодеков. Этого будет достаточно для того, чтобы эти устройства могли взаимодействовать. Теперь хотелось бы поговорить об аксессуарах. Есть такой адаптер, называется он SIF. Адаптер световой индикации вызова. Это идея нашей компании, именно компания IP-матика. Логика работы заключается в следующем. К аудио-выходу телефона подключается вот эта розеточка, в один из разъемов которой подключается лампа. При поступлении вызова лампа начинает моргать, издавать световую индикацию. Нужно это для людей с ограниченным слухом. Они не могут услышать, что вызов пришел. Они видят, что лампочка моргает и отвечают на вызов. Могут после этого продолжить общение посредством жестов. Ну и, собственно, немножко хотелось бы поговорить об установке. Данные слайды я не стал переводить, потому что большинство функций на слуху. Это все как бы понятно. Так вот, это удобство установки за счет того, что у телефона есть два порта Ethernet, что позволяет вам сократить объемы кабеля в вашем офисе. Одним кабелем вы подключаете телефон, и вторым коротеньким кабелем вы от телефона можете подключить компьютер. Вы можете подать питание на телефон по кабелю Ethernet, то есть не использовать адаптер. В телефоне есть возможность, такая как Zero SP Touch, как мы ее называем. Это когда вы с помощью одной кнопки осуществляете предварительную настройку телефона. То есть телефон включается в сеть, нажимается одна кнопочка, и телефон просит вас ввести IP-адрес, маску, шлюз. Это для более удобной установки телефона в сеть. Поддерживая с этим телефоном такая функция, как AutoProVision, через TFTP, либо FTP, HTTP, HTTPS и PNP, для того, чтобы администратор мог, удобно не уходя с своего рабочего места, настроить сотрудникам их места, за которыми они будут находиться. И если говорить о разъемах и физических интерфейсах, то два разъема RG45 работают по технологии 100 Мбит Ethernet. Есть разъем для подключения гарнитуры 2,5 мм джек. То есть если требуется, вы можете сидеть в наушничках, чтобы руки были свободны и вы могли заниматься еще каким-то делом. Ну и технология PUE для подачи питания через кабель Ethernet. Еще хотелось бы отметить, что, давайте побольше открою экран, будет лучше видно, что на задней панели телефона есть такие разъемы, как аудиовыход и видеовыход. Как говорилось ранее, при использовании телефона VP530 с системой видеоконференции, эти разъемы позволят вывести изображение разрешением 720 на 480 на большую панель, либо это может быть проектор и на дополнительные колонки, которые будут громко вещать вашу конференцию, может быть, в какой-то вашей конференц-комнате либо специальном помещении, в котором может собираться удаленный офис, а руководитель центрального офиса хотел бы осуществить видеосвязь с этим подразделением компании. Так что все физические предпосылки и необходимые разъемы для такого установления связи имеются. Немного хотелось бы поговорить о рынке и конкурентах. Наши телефоны протестированы и сертифицированы компанией Broadsoft со своим сервером. Это большое операторское решение. В рамках тестирования подтвердилась и сертифицирована работа видео с этим сервером, работа с основными функциями сервера Broadworks, такими как D&D, перевод вызова, отображение статуса абонентов, сопроводительный прямой перевод. Соответственно, такая возможность, как работа по DNS-SRV и такие функции, как Zero SP-Touch, о чем я уже говорил, это быстрая настройка телефона и введение в эксплуатацию, и возможность автопровижного телефона через сервер Broadsoft, авторазмещая на самом сервере конфигурационные файлы. И протестированы и сертифицированы этот телефон такими крупными системами, как Avaya, Asterisk, 3CX, может взаимодействовать, как я уже говорил, с домофонами наиболее популярных брендов. И также мы протестировали работу с системами видеоконференциями, такими как LiveSize и Radvision. Но то, о чем я говорю, это, конечно же, не полный список, а такие вот именно наиболее популярные бренды, которые на слуху и пользуются большой популярностью. И, соответственно, сертифицирован и протестирован этот телефон с такими операторскими решениями, как Broadsoft. Если говорить о сравнении с аналогичными устройствами, позволяющими передавать видео, то вот я хотел бы поговорить о телефоне Polycom VVX 1500. Соответственно, набор функций у этих устройств примерно одинаковый. Качество тоже приемлемое и можно назвать его схожим. Но цена, как вы можете видеть из этой таблички, отличается порядка трех раз. Что касается, например, отличительных особенностей, то вот еще функция LDAP, которая, опять же, в основном используется в бизнесе и в целом очень удобна для бизнеса. Эта функция нашим телефоном поддерживается, в отличие от телефона Polycom. Если сравнивать наш телефон с видеотелефоном Grandstream, модель GXV3175, то тут сравнение будет следующим образом развернуто. Телефон Grandstream больше сфокусирован на пользовательский рынок, а телефон VP530 все-таки больше ориентирован на бизнес. И, как показывает практика, эта ориентация нашего телефона Ялинк более выигрышна, так как частный сектор пока не готов платить такие большие деньги для того, чтобы организовывать видеосвязь. И зачастую люди, услышав ценник даже в 15 тысяч, говорят, да ну зачем, я лучше возьму бесплатно скайп и позвоню бабушке или тете в Краснодар. Довольно мало людей, которые готовы все-таки перейти на СИП-телефонию для того, чтобы звонить родственникам и близким. Поэтому именно фокусировка на бизнес используется в телефоне VP530. И получается, телефон наш имеет следующие преимущества. У нас очень быстрая работа интерфейса, очень четкий и хорошо работающий сенсор экрана. У Grandstream работа и отклик экрана заметно медленнее по сравнению с нашим телефоном. Меню нашего телефона ориентировано на бизнес и все функции находятся под рукой, удобно в использовании и очевидно настраиваются. В отличие от Grandstream, у которого меню немного запутанное и функций для работы в офисе наиболее часто востребованных либо нет, либо они нетривиально настраиваются. Потому что, работая в офисе, очень часто вы сталкиваетесь с задачами при адресации, перевода вызова и эти кнопки, эти функции всегда должны быть под рукой и удобны. Ну вот, собственно, все, о чем я сегодня хотел рассказать, непосредственно о телефоне VP530. Единственное, хотел бы сказать еще то, что 26 марта мы собираемся провести вебинар совместно с компанией «Альтерсвязь». Это наши партнеры, которые разработали сервер для видеоконференц-связи. Сервер этот имеет очень много преимуществ, очень привлекательную цену он имеет для российского рынка. И непосредственно с нашими телефонами входит стоимость наших телефонов лицензия для того, чтобы вы могли их использовать с видеоконференц-сервером компании «Альтерсвязь». И вот всему этому будет посвящен вебинар 26 марта. Мы разместим на днях расписание очередных вебинаров, которые будут проходить. И, собственно, прошу вас всех заходить на сайт IPMATIKA в раздел «Поддержка вебинара» и ознакомиться с этим расписанием. Ну и, конечно же, мы запустим рассылку. Поэтому, пожалуйста, приходите. Ну а сейчас, если есть вопросы, я готов их выслушать и ответить. Спасибо. Хотелось бы сказать, что если вопросов нет, то можете ставить минус и отправлять его в чат, чтобы я понимал, что все вам понятно. Так, вопрос от Никиты. Планируется ли какое-то расширение приложений? Очень интересует. Может, все же когда-то планируется в WP530 Skype. Расширение приложений планируется, но будет оно следующее. Это будет режим фоторамки. Это XML-браузер уже сделали с отображением, с возможностью отображения погоды, там, курса валюты, интересующей вас информацией. Производитель хотел сделать поддержку приложений больше для бизнеса и будет поддержка, скорее, наиболее таких важных функций именно для бизнеса. Что касается Skype, не планируется поддержки Skype. В линейке компании EASTAR есть продукт такой, как CISKY. Все-таки телефон WP530 от компании EALINK позиционируется как устройство для бизнеса. Значит, вы будете использовать этот телефон с какой-то АТС. Соответственно, ничто не мешает приобрести лицензию CISKY за 1800 рублей пожизненную на два канала Skype. Собственно, два этих канала Skype привести в вашу офисную АТС и не только с телефона WP530, но и с любого другого телефона совершать вызовы в сеть Skype. Ну, конечно, единственное ограничение будет то, что вы не сможете делать видео вызовы. Но по этому поводу я хочу сказать так, что WP530 все-таки не поддерживается, отвечая на ваш вопрос. Но в будущем компания EALINK планирует выпуск телефонов на операционной системе Android. Соответственно, я думаю, вы прекрасно сами понимаете, что все, что вам будет необходимо, вы сами сможете в этот телефон установить. Но, как бы, посмотрим, как это будет в будущем реализовано. Но вот на данный момент Skype не планируется. Так, вопрос Ильгиз. Запись вебинара будет. Как только мы с вами закончим разбор вопросов, я остановлю запись и через буквально, наверное, полчаса я вам разошлю ссылку. И в течение сегодняшнего дня, либо уже в понедельник, запись этого вебинара будет доступна на нашем канале в YouTube. Вопрос от Романа. Чувствительность микрофона на первых моделях. Вы знаете, Роман, все зависит от hardware version. То есть, если вы зайдете в веб-интерфейс и посмотрите, там есть версия ПО и есть версия hardware. Если не трудно, вот эту версию железа скопируйте и пришлите нам на support.sobaka.epimatic.ru. Я скажу, возможно ли это либо нет, потому что там чувствительность на программном уровне регулируется, но, насколько я знаю, есть ограничения по железу. Но, по-моему, проблем быть не должно. Так, вопрос от Сергея. Возможно ли интегрировать работу телефона с банковской системой, управлением счетом, например? Сергей, вопрос довольно обширный и данных категорически мало. Как я уже говорил, есть возможность обмениваться XML-сообщениями между сервером и телефоном, есть возможность прием этих сообщений визуализировать на экране, есть возможность отправлять, например, ссылку на сервер о нажатии какой-то кнопки пользователем. То есть, вот эта вот визуализация и обмен этими сообщениями в принципе позволит на телефоне создать такое приложение, которое будет отправлять команды в банковскую систему о запуске или запросе каких-либо функций. Но, опять же, это, насколько общий вопрос, настолько общий получился и ответ. Ну, вот вижу, Никита пишет, пока андроидов нет со скайпом адекватным. Ну, да, к сожалению, да. Сергей, да, совершенно верно. Если банку сообщаем, что вы готовы обрабатывать XML команды, то можно. Да, совершенно верно. Опять же, можете на суппорт обратиться, мы вам вышлем описание работы OpenAPI с более технической направленностью. Вы сможете посмотреть и передать банку все требования к XML синтакси, и все возможности, которые этот синтаксис предоставляет. Ну, что ж, коллеги, я вижу, что вопросов нет. Тогда напомню, что если вдруг при просмотре видео повторном, при изучении презентации вопросы появятся, пожалуйста, supportsobaka.ipmatika.ru задавайте ваши вопросы, мы постараемся оперативно на них отвечать. Сегодня спасибо вам большое за внимание, спасибо, что присутствовали на нашем вебинаре. Я поздравляю всех девушек с наступающим праздником весны, тепла и красоты. Желаю вам любви, радости и удачи. Мужчин, призываю сегодня вечером своих любимых дам и родных барышень поздравить с этим праздником. И всем хороших выходных. Спасибо, до новых встреч на наших вебинарах.